Вечер вторника и на общественном первом канале вновь ток-шоу Ой Ордо. Здравствуйте! В нашей стране проживает порядка 160 тысяч людей, ограниченных с физическими ограничениями здоровья. Я не буду утрировать, если скажу, что большинство из них сильно переживают по поводу одного вопроса. Это ратификация конвенции по правам людей с ограниченными возможностями. Подробности сразу после сюжета. Внимание на экран! 21 сентября 2011 года Кыргызстан подписал конвенцию о правах людей с ограниченными возможностями здоровья. Данный документ направлен на защиту и обеспечение полного участия инвалидов во всех сферах общественной жизни, ликвидацию дискриминации по признаку инвалидности, а также на создание эффективных механизмов защиты прав инвалидов. Факт подписания конвенции является первым шагом. Тем самым государство признаёт имеющиеся проблемы лиц с ограниченными возможностями и обязуется уделять этим вопросам приоритетное значение. Борьба с предрассудками и стереотипами, повышение уважения и достоинства инвалидов, создание инфраструктуры, отвечающей нуждам людей с ограниченными возможностями, обеспечение доступа к системам образования на всех уровнях. При создании благоприятной почвы далее следует ратификация конвенции, которая придаёт документу юридический статус. Тем самым выступая гарантом прав людей с ограниченными возможностями не только внутри страны, но и в международном правовом поле. Главное теперь понять, готовы ли мы взять ответственность за наших инвалидов. Джазгуль Атеева, Джулдош Абдебеков, специально для программы «УЮРДО». Спасибо, Джазгуль. А у нас в студии сегодня Айгуль Рыскулова, вице-мэр города Бишкек. Спасибо. Айгуль Маратбековна, конвенцию подписали в 2011 году. Вы как раз занимали пост министра социальной защиты. Был ли какой-то план, что в 2011 мы подписываем и по истечению нескольких лет, когда мы приводим социально-материальную базу в норму, мы ратифицируем этот документ? Конечно, был. Действительно, в 2011 году, в сентябре, мы присоединились к этой конвенции. Было со стороны правительства, со стороны президента, была проявлена политическая воля. И мы присоединились. В принципе, в странах СНГ мы были одним, возможно, из первых стран. По-моему, только одна из стран СНГ присоединились к тому времени. И здесь сегодня присутствуют люди, которые имеют непосредственно отношение к лоббированию присоединения данной конвенции. И Толкунбек, Исапеков, и Гульмир Эйдея, здесь сидят представители общественных организаций, которые тогда составляли костяк рабочей группы, которая и готовила эту конвенцию, присоединение. И нам это удалось сделать в 2011 году. Естественно, и был подготовлен план по присоединению, по ратификации данного соглашения. Мы предполагали, что в 2012 году мы внесем этот документ уже в парламент нашей страны. То есть буквально через год мы могли бы его ратифицировать? Да, и в то время в Министерстве финансов и не было против этого. А что пошло не так? Почему вопрос повис в воздухе? Ну, я сейчас не могу сказать конкретно, что послужило, что ратификации до сих пор не произошло в парламенте. Но нужно учитывать, что для ратификации данного конвенции нужна воля правительства. И только правительство сегодня может представить этот документ в парламент. Конечно, было очень много разговоров, очень много встреч, семинаров, круглых столов, где говорилось, что возможно ли, чтобы депутаты парламента инициировали этот вопрос. Но до сегодняшнего дня этот вопрос не рассмотрен. Но я думаю, что Министерство соцразвития, я разговаривал с министром социального развития, я знаю, что он готовит этот документ для парламента. Ну, в принципе, мы собрали всех необходимых лиц. Да, я хочу продолжить. Вот что касается, действительно, в 2011 году Кыргызстан подписал конвенцию о правах инвалидах. И с момента подписания, вот здесь сидящие коллеги, они в курсе. У нас было распоряжением правительства созданы две. Одна межведомственная комиссия, другая межведомственная рабочая группа, которая в течение года разрабатывала комплекс мер по улучшению жизни вот лиц с ограниченными возможностями здоровья. Этот документ был у нас принят в 2013 году, и он запланирован на 2014-2017 годы. В данное время идет работа по реализации этого комплекса мер. В этом комплексе мер мы так и писали, что подготовка страны к ратификации. Но вопрос ратификации, конечно, он давно поднимается, но здесь стоит еще факт, что в целом страна, правительство и министерство в этом направлении проводят работу. Никто его не отрицает, никто не говорит о том, что оно не будет ратифицировано. Но факт то, что правительство приняло целый комплекс мер, и по нему проводится работа. Бурол Суиналиева, начальник управления по развитию социальных услуг ЛОВЗ и пожилых граждан, Министерство социального развития. Спасибо большое. Ну вот смотрите, вы озвучиваете, в принципе, ту точку зрения, которую мы уже слышали от министра Кудайбергена Базарбаева, что министерство не против, но до 2017 года мы не готовы. По сути, мы не готовы, мы должны пройти. О том, знаете, нельзя говорить, мы готовы или не готовы. Дело в том, что все-таки конвенция, конечно, сейчас Толкумбек будет возражать, но это тоже ратификация и подписание. Это, конечно, где-то разные вещи. Поэтому если бы мы подписали и не приняли бы никаких мер, другое дело. У нас 12-14 была стратегия развития социальной защиты населения. Там был целый раздел. И сейчас вот буквально 27 февраля правительством принята программа развития социальной защиты населения на 2015-2017 год. И там три больших направления. И одно из них это социальная защита ЛОВЗ. И тот документ, который мы приняли в 2013 году, комплекс мер, и та стратегия 12-14, и эта программа 15-17, там в целом он разработан вот именно как бы в контексте с конвенцией. Ну я понимаю, ну смотрите, вот подождем мы до 2017 года. Но опять же не факт, что к этому времени мы успеем все изменить. Начиная от инфраструктуры, поставить пандусы, перестроить общественный транспорт под нужды лиц с ограниченными возможностями. И что получится, еще три года подождем, потом скажем, ну давайте еще подождем. Ну вы знаете, такого разговора подождем, такого нет. Подождем это значит ждать и не делать ничего. А комплекс мер, это уже говорит о том, что делается. Я хотел бы более детально, что включает в себя этот комплекс мер. Комплекс мер включает, вообще в этом комплексе мер, в самом комплексе мер, он сама структура, вот здесь вот все наши коллеги сидят, мы разрабатывали вот в контексте конвенции о правах инвалидов. И там большое внимание, большой раздел именно по созданию доступа лиц с ограниченными возможностями здоровья к инфраструктуре. Начиная от образования, там вопросы занятости. И там, конечно же, вопрос к объектам, социальным объектам, таким как образовательным, медицинским. И этот комплекс мер, он, вот мы подвели итоги 2014 года, он на стадии реализации. Вот те пункты, которые мы планировали на 2014 год исполнить, в общем-то они исполнены. Спасибо большое. Наталья Владимировна Никитенко, депутат Дюгур-Кукинеша Кыргызской Республики. Вот раз мы затронули, а почему бы действительно депутатам не проявить инициативу и не взять этот вопрос под свою юрисдикцию? Я хочу сразу разъяснить. Во-первых, поблагодарить участвующих здесь, тех, кто активно принимал участие для того, чтобы подписание состоялось. Это большая работа. И вот несколько комментариев по поводу возможности, невозможности юридической стороны дела. Дело в том, что на сегодня депутаты, я думаю, поддержали бы однозначно ратификацию. Вопросы по лицам с ограниченными возможностями выносятся и в рамках правительственного дня, комитеты рассматривают, на палате Джогур-Кукинеша принимается постановление Джогур-Кукинеша. То есть я не могу гарантировать и говорить за весь парламент, но я думаю, что коллеги приняли бы. Дело в том, что она не поступает в Джогур-Кукинеш, а по ратификации субъектом представления является правительство. С другой стороны, я думаю, что мы можем говорить долго о бюрократических моментах и прочее. Мы должны думать прежде всего непосредственно о людях. Неоднократно обращались с письмами, почему идет остановка со стороны правительства. Вот у меня ответ Министерства финансов очень банальный, никто не удивится, денег нет. Это не ответ. Это, в принципе, ответ на каждый второй вопрос. Конечно, да. Когда мы рассматриваем саму конвенцию, есть очень интересная вещь. Дело в том, что готовиться к каким-то излишним обязательствам, которых не было бы сегодня в нашей Конституции, в нашем законодательстве, в конкретных мерах, которые уже потихонечку принимаются, их нет в конвенции. То есть наша Конституция, законодательство и наши планы, они соответствуют тому, что заложено в конвенции. И ее ратификация, мне кажется, не надо ее привязывать к процессу практического применения, реализации мер, о которых говорится сегодня правительством. Эта конвенция, да, она бы стимулировала, на мой взгляд, те процессы, которые и так уже запущены, и так начинают реализовываться. Но по факту же ситуация, когда в верхних эшелонах власти все равно опасаются, допустим, ну денег нет, это само собой, да, имидж страны, да, то есть подписываем, ратифицируем конвенцию ООН, ООН засыпают, значит, там якобы письмами-жалобами, портим имидж, я не знаю. Нет, вы знаете, опасаться не стоит. Вот мы буквально в прошлом месяце была членом делегации, значит, по периодическому обзору странового ЮПР Ассамблея ООН рассматривала, но непосредственно по вопросам лиц с ограниченными возможностями тоже очень много рекомендаций и так далее. По комитету по детям очень много рекомендаций. Я могу сказать, вот работая в комитете по правам человека, что такие международные рекомендации, они очень помогают в каких-то вещах переоценить собственные успехи, достижения, обратить внимание на недоработки, стимулируют, но ни в коем случае не предлагают какие-либо санкции за неисполнение. То есть это очень важная форма рекомендаций, которая стимулирует развитие, не наказывает за то, что не примета. Нет, просто на самом деле мы должны соизмерять возможности, но зато это было бы хорошим двигателем таким, для того, чтобы практически многие меры получили еще и международную поддержку. Можно я здесь... Да, пожалуйста. Я хочу немножко вернуться опять к истории, к 2011 году. В то время премьер-министром был Алмазбек Шашенович Атамбаев. Наш президент в то время, он с удовольствием поддержал подписание, посновление правительства о присоединении Кыргызстана к этой конвенции. Но, к сожалению, после того, как уже вопрос стал по ратификации, естественно, у нас всегда есть главное министерство, которое говорит нет. Без этого министерства ни один документ не может быть направлен и в парламент, и все прочее. Министерство финансов каким-то образом кто-то вводит в заблуждение, что ратификация данного соглашения – это огромные деньги и все прочее. Сейчас Наталья Владимировна сказала, что никаких огромных денег здесь не нужно. Как только мы ратифицируем это соглашение, сами программы ООН начинают действовать уже в Кыргызстане. Комитет по правам инвалидов готов показать и консультативную, и техническую поддержку Кыргызстану. Очень много международных организаций, которые ждут, когда Кыргызстан официально вступит в эту конвенцию. А как ждут наши сограждане? У нас сегодня в студии Толкунбек Исаков, президент общественного фонда оказания юридической помощи инвалидам. Добрый вечер. Добрый вечер. Толкунбек, а почему такие большие надежды возлагаются на конвенцию? Не станет ли она каким-то имиджевым документом, который окажется бесполезной на деле? Ну, следует отметить, что выбор к этому подходу в отношении продвижения конвенции был избран не случайно. Потому что нужно отметить, что мы уже на протяжении последних 10 лет активно продвигаем разные проекты нормативно-правых актов, регулирующие и закрепляющие права лиц с инвалидностью. В том числе, как бы с помощью лоббирования непосредственно гражданского общества в этой сфере, был принят закон о правах и гарантиях лиц с ограниченными возможностями здоровья. И в рамках этого закона, к сожалению, никаких активных действий со стороны государства не было. По этим причинам мы часто создавали разные рабочие группы, разрабатывали законопроекты, передавали то правительству, то депутатам Джордж Кеша разных созывов, то министерству нашему родному. И по разным причинам, в силу как-то бюрократических нюансов и так далее, наши законопроекты далеко не уходили. И после этого мы переключились по усовершенствованию законодательства. То есть в некоторых случаях истекал срок регламента правительства, например, который отводится на согласование между министерствами. В некоторых случаях не было достаточного понятийного аппарата среди депутатов Джордж Кеша. Это было очень часто в предыдущем созыве. И причины были разные. И по этим причинам мы переключились на конвенцию, потому что после ратификации конвенции это будет получаться путь сверху вниз. То есть как раз таки о том, что говорит представитель Министерства социального развития, о том, что нужно делать и так далее, это все пойдет гораздо быстрее и эффективнее. Потому что на страну уже будут возложены определенные международные обязательства. И, соответственно, как Игуль Маратбековна сказала, будут работать уже международные программы на территории Хрызской Республики. И по этим причинам это все делать будет гораздо быстрее. Спасибо. И мы будем пытаться как бы своими силами что-то исправить. У нас в студии Гульмира Казакунова, председатель общественного объединения «Союз инвалидов и Сыкульской области равенства». Добрый вечер. Спасибо, что приехали к нам на программу. Гульмира, я так понимаю, что устали просто, да, вот с низов, как говорится, бороться, лоббировать, решили с главного, сверху пойти. Нет. Ну, знаете, с 2011 года, вот с момента подписания, у нас было очень много таких и акций, и лоббирований. И было очень много принято таких декларативных документов. Это и стратегия, это и 650-е постановление правительства, это комплекс мероприятий. Вы знаете, когда мы решили сделать мониторинг, действительно ли этот комплекс мер исполняется на низах. Буквально недавно у нас было заседание Координационного совета по делам инвалидов в городе Каракол. И мы пошли по всем этим статьям, по всем этим мероприятиям. Что сделано за все эти годы, и что исполнено, и что... Какой срок вы брали? Брали с 2013 года, ну, один год, да, с 2013 по 2014 годы. За 2014-2013 год что сделано? Действительно ничего не сделано. Это просто декларация. Может быть, что-то делается, но это, знаете, не влияет на то, чтобы реализовать какие-то права человека, права людей с инвалидностью. Ну, у нас вот, как бы, говорят, есть закон о правах и гарантиях лиц с ограниченными возможностями. Есть еще какие-то нормативно-правовые акты, но, понимаете... Ратификация конвенции даст вам уверенность в завтрашнем дне? Конечно, это даст, потому что она закрепит эти наши права, и государство будет в ответе за реализацию этих прав. Мы можем сказать, вот у вас есть свой собственный закон, закон о правах и гарантиях лиц с ограниченными возможностями, но это же тоже декларация. Она же не работает. Вот везде нарушаются права лиц с инвалидностью. Право на образование, право на труд, право на передвижение, право вообще, как бы, просто жить, действительно жить достойно, как человек. Ну, вы знаете, вот все права, которые присущи человеку, люди с инвалидностью, они ограничены в этих правах. Я думаю, что если ратифицируется конвенция, люди с инвалидностью могут писать заявление в комитет по правам, чтобы их права реализовались. Спасибо большое. У нас телефонный звоночек, прервемся. Я хочу напомнить телезрителям, что мы работаем в прямом эфире, принимаем ваши звонки. Также зрительный зал, уважаемые участники, если у вас есть вопросы, то подключать телефонный звоночек. Технические неполадки, сорвался телефон. У нас есть в зрительном зале вопрос, пожалуйста. Пока с вопросом. Можно я уже хочу сказать одно мнение. В 2013 году мы проводили очень большую конференцию. И вот представители неправительственных организаций, какая-то их часть, в общем-то, на тот период, на 2013 год, в общем-то, высказали очень такую активную позицию против ратификации. Был такой момент. А как аргументировали? Они аргументировали, что у нас есть законы, нам надо внутри страны сделать так, чтобы эти законы исполнялись. Надо усилить контроль за исполнением. Вот такие вот были моменты. Высказывался Бакет Исаков и также ряд неправительственных организаций, которые входили в это. Но недавно, я так смотрю, что мнение их, в общем-то, поменялось. Поэтому вот это вот тоже на какой-то период мы должны были учесть эти моменты. Ну, я смотрел количество стран, которые подписали, ратифицировали данный документ. Это порядка 160. Но среди них есть, допустим, европейские успешные государства, которые этого не сделали. Ну, почему? Да потому что свое местное законодательство, оно настолько хорошо работает, что это уже просто приятный бонус. Телефонный звоночек, а потом, пожалуйста. Добрый вечер, вы в студии. Здравствуйте, мы слушаем вас. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Я хотел бы задать вопрос. У нас сегодня делали вопрос. Продолжение следует... 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 К сожалению, в нашей стране все сразу сделать невозможно, поэтому и многие проблемы социального характера, доступа к образованию, к труду, к медицине и вообще просто к инфраструктуре. Например, на примере Бишкеки, я думаю, что наши сегодняшние присутствующие могут очень много сказать, что я не могу попасть из одного места в другое, проблемы с теми же маршрутками. Ваша же цитата, что столица является зеркальным отражением. Абсолютно, да. Поэтому я думаю, что, конечно, тогда и неправительственные организации, наши граждане сказали, ну раз законы не исполняются, давайте тогда мы обратимся к конвенции. Это был вот такой крик души. Но по линии мэрии же также каждый год проводятся круглые столы, конференции, вырабатывается какой-то план действий, но по факту мы видим, что все это очень медленно. Нет, по линии мэрии мы стараемся не проводить круглых столов, семинаров, мы стараемся что-то делать. Конечно, в Бишкеке делается много, но этого недостаточно, я с этим соглашусь. Но, по крайней мере, хоть что-то появилось, появились троллейбусы низкопольные, появились первые светофоры звукосигнальные, появились знаки дорожные, что слепой пешеход. Мы, например, в этом году уже начали, например, не дистантно, а прямо на дому обучать детей-инвалидов. 128 детей в этом году нам удалось выявить, и наши учителя ходят, сейчас обучают. Мы проводим очень много мероприятий, я думаю, что здесь сидящие, они свидетельствуют, но этого недостаточно. И самое главное, что эти люди не требуют от нас что-то какого-то этого, они требуют равных прав. Создайте такие же права, какие сами имеете. Спасибо огромное, действительно. Сейчас, у нас вопрос в зрительном зале, пожалуйста, да, вы можете говорить. Слышно, да? Да. Здравствуйте, коллеги, меня зовут Гульбарчин Шершанкол, Натахарбашева, директор социальной деревни Манас. Я хочу сказать то, что гражданское сообщество, неправительственный сектор, оказывающий услуги для ЛОВЗ, сами же ЛОВЗ за ратификацию. Мы проводили очень много акций, очень много круглых столов, писали обращения в правительство, но эти наши обращения куда-то как будто в воду канули. И у меня сейчас вопрос, как юристу Толкумбеку Исакову, сейчас Татьяна Владимировна отметила, что от правительства не поступают документы для ратификации конвенции. И у меня вопрос, не хватает политической воли или у правительства, или есть на то объективные или субъективные причины, что они не подают на ратификацию правительства? Ну, спасибо за вопрос. Вообще, Наталья Владимировна правильно сказала, что в данном случае субъектом внесения должно быть правительство. И я примерно в двух словах опишу, как должно быть. Разрабатывается законопроект по ратификации конвенции со стороны правительства, в последующем вносится в парламент, после прохождения внутренних процедур парламента принимается закон в трех чтениях о ратификации конвенции, в последующем подписывается президентом, и мы считаемся ратифицировавшей страной эту конвенцию. И на сегодняшний день правительство не вносит данный законопроект, главным образом, наверное, в силу отсутствия политической воли. Но вообще нужно сказать, что действующий состав не так давно, чтобы заняться этим вопросом тоже. То есть частая смена наших должностных лиц, это одна из ключевых проблем. Препятствует скорому решению. У нас телефонный звоночек, мы прервемся. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Ваш вопрос. Да-да-да-да-да. Задавайте вопрос, пожалуйста. Первое. У нас тело? Да, говорите. Вы в эфире. И города ваша? Да, пожалуйста. Ваш вопрос. У нас тело это все. В городе. Мы общаемся, все красится. Общения ничего не делаете. Я так понимаю, про внешний вид вопрос городов, но немножко не про это мы сегодня говорим, но тем не менее. Да, я вот в порядке информации, Артем, хотел дополнить то, что Брус совершенно здесь подняла вопрос в отношении того, что среди НПО сектора имеются разногласия и так далее. Как бы был этап, когда некоторые наши коллеги были против ратификации. И я признаюсь честно, я тоже был противником ратификации, поскольку на тот момент мы пытались своими силами пойти снизу вверх, как я уже говорил. И 8 октября 2014 года мы провели расширенный круглый стол, позвали лидеров по всей стране и там пришли к консенсу, что нужно продвигать конвенцию, потому что мы будем так долго топтаться на месте. И по результатам этой встречи был подписан меморандум всеми нашими лидерами НПО. И после этого, разумеется, наша позиция единая, что конвенцию нужно ратифицировать. Есть же еще такая фишка. Мы можем ратифицировать, но не подписывать факультативный протокол. Да, конечно. Про это тоже нужно рассказать. Наверное, эта небольшая юридическая тонкость заключается в следующем, что конвенция, она включает в себя перечень прав, которые должны обеспечиваться лицам с инвалидностью. Есть еще один документ, который идет в конвенции. Это факультативный протокол, где прописывается процедура защиты этих нарушенных прав, изложенных в конвенции. И после ратификации конвенции, как бы страна обязана создавать эти условия, обеспечивать права и так далее. А человек может оспорить в суде. Но по нарушенным правам этой конвенции граждане не имеют права обращаться в Комитет ООН по правам лицам инвалидности, поскольку факультативный протокол не ратифицирован, где прописана вся процедура этих обращений. Ну, в принципе, если мы ратифицируем документ, то в последующем мы же можем и протокол тоже подписать? Безусловно, конечно, но это должно быть следующим этапом. Окей, когда бы дождаться этих этапов. Окей, у нас вопросы в зрительном зале, пожалуйста. Хорошо, вопросов нет. Уважаемые участники, одно дело, когда мы говорим про законодательную какую-то базу. Другое дело, что нужно вносить перемены и в самом обществе, потому что у нас люди привыкли... Ну, то есть старая советская система, она что делала? Мы, лица с ограниченными возможностями, мы их закрывали. Мы старались их не показывать, не выводить никуда. А сейчас, когда люди пытаются выходить на улицу, пытаются как-то контактировать, у них же, вот я думаю, меня поддержат участники, это же определенный шок, стрессовая ситуация, когда на тебя показывают пальцами, воспринимают, может быть, непонимающим образом, да, почему они на улице, что они делают среди нас. А общество изнутри, его тоже нужно менять. Как эти законы, которые их защищают? Да, пожалуйста. Безусловно, вот я полностью согласна с тем, что вы сказали. В 2014 году мы провели ряд акций, акции назывались «Я знаю свои права, от сердца к сердцу». И вот в Аше мы проводили такую акцию, там участвовали все лица с ограниченными возможностями здоровья, которые в этой области, в Ужской. И провозили мы их из самых, из глубин, из сел. И были такие моменты, когда действительно лица с ограниченными возможностями здоровья, которые даже как бы не выезжали из своего района. И вот в Аше, когда мы проводили эту акцию, их было настолько много, и там вот женщина одна подошла, говорит, а что их так много, и почему, и что, вы что, со всей страны привезли. Но цель этой акции заключалась в гуманизации общества по отношению к ЛОВЗ и одновременно адаптации, интеграции самих ЛОВЗ в общество. Вот сейчас мы говорим, конечно, в основном о центре. Я очень рада, что вот у нас здесь сидят такие лидеры организации, которые действительно являются лидерами. Ну, честно, в первую очередь, мне кажется, нужно делать дороги и тротуары, чтобы эти люди могли беспрепятственно просто выходить на улицу, гулять и быть среди нас. И чувствовать себя комфортно, чувствовать себя нужными и такими же, как другие. Потому что по нашим дорогам не пройдешь, не пройдешь. И к этому должны подключаться и органы местного самоуправления, в первую очередь. Это должны подключаться и наши министерства транспорта, образования. Ну, естественно, это такой вот комплексный подход должен. Вы сами ответили на свой вопрос, то, что комплекс мер – это хорошо, акции – хорошо, но фактически-то никаких условий не создано. То есть вы сами ответили на свой вопрос. То есть для того, чтобы реально было видно для лиц с инвалидностью, нужно создавать эти условия, правильно же? По комплексу мер, то, что с района вам будут доносить какие-то бумаги, отчеты и так далее, от этого лучше-то не стало в регионах? Вопрос в этом же. Пожалуйста, у нас вопрос в зрительном зале. Комментарий, пожалуйста. Работает? Работает? Да, работает, говорите. Это Мусаева Сипа, который ассоциация женщин-инвалидов, который из первых Кыргызстана, первой создавшейся организации. Когда мы создавались, не было ни таких, как организации. Знаете, как было трудно? Это у меня очень первые, вообще ужасно было. Ни закона, ни программы, ни лготы и для инвалидов не было. И вот первые, когда я ходила в министерство, нас никто не принимал. А сейчас, конечно, уже столько вот организаций создано под нашим организациям, много организаций создано. Сейчас более-менее, конечно, уже министерство, я скажу, депутаты, министерство, все слушаются. А когда мы создавались депутатом, тогда Корабеков, по-моему, был, и Проненко, мы ходили, митинговали перед этим. Нас не смотрели, они мимо проходили перед нашими. Понимаете, что это такое? Они даже говорили, откуда это вышли такие инвалиды? Никто никого не... Вот я сама первая группа инвалид, я не думала, что есть такие инвалиды, много таких инвалидов. А я первый раз видела таких, когда создавалась эта организация. Уважаемые участники, вопрос взаимодействия между лицами с ограниченными возможностями и представителями госструктур, он на самом деле очень актуален, потому что после первого телефонного звонка сейчас поступает буквально шквал звонков с конкретными фактами, конкретными историями. Мне редакторский состав, который принимает звонки, подсказывает, что очень много и очень интересная история. К сожалению, мы не можем дать всех, но один телефонный звонок мы еще выведем в студию. Пожалуйста. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Простите, да-да-да, куда заходите? Да-да-да, куда заходите? Простите, кому конкретно вы даете вот эти деньги, которые у вас уходят? То, что вы не ставьте, пишите им, вы не успеете заходить. Так можно. Это как-то официально или это на уровне взяток вы даете, чтобы быстрее ускорить? Справка должна. Справка, да. 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 Справка социальной защиты. Звоните, пробивайтесь, мы обязательно ответим, обязательно запишем и разберемся. Ну вот, что касается вопросов лиц с ограниченной возможностями по линиям СЭК, вот сейчас поднимает очень много вопросов. Эта реформа, она уже длится многие годы. Для этого есть, наверное, определенные причины. Прежде всего, что у нас есть группа инвалидности. И эти группы инвалидности, к сожалению, они привязаны к социальным выплатам. И пока не привести в соответствие всю законодательную базу, касающуюся социальных выплат, да, это очень сложно. И тогда еще в 2011 году мы создавали группу реформ, которая должна сделать ПАМЦЭК. И нужно переходить, как бы даже мы говорили о выборе европейской системы. Потому что сегодня инвалиды первой, второй группы, к сожалению, работать не могут по нашему законодательству. Только третий имеет право работать. А во всем мире любой, кто может работать, он может работать. То есть доступ, труда обеспечит. Поэтому там очень много таких вопросов. И я знаю, что министерство над этим работает. Ну, просто, как уже говорил Толкумбек, здесь есть очень много, в том числе и политических причин, почему эта реформа не движется. Но это только один из примеров вообще коррозии всей системы. Конечно, но ПАМЦЭК очень много жалоб, это давно было. Каждый год человеку говорит, принеси справку из-за того, что у тебя руки или ноги, нет, это просто несерьезно. Вот эти вопросы очень много. Это просто издевательство. Конечно, конечно. Одно дело, когда еще есть родственники, допустим, какие-то возможности. Другое дело, что зачастую люди с ограниченными возможностями при вот таком состоянии здоровья оказываются один на один. Они зависят от этих людей. Они не могут пойти против него. Я уверен, есть и случаи запугивания и прямого давления, когда служащие просто пользуются этим. Вообще есть очень много фактов привлечения к уголовной ответственности врачей этих комиссий. Я помню, что порядка 30-40 врачей были привлечены на юге нашей республики. Орский, Узгенский район, Базар-Кургонский район за подделку этих документов. Но, к сожалению, видите, опыт, вернее, такие примеры не учат людей. И они продолжают этим заниматься. Я хочу сказать еще немножко другое. Вот выступали представители гражданского общества, представители неправительственных организаций. Вот вы говорили, что очень много людей, которые как бы и даже не выходили на улицу. И даже многих мы не знаем. Но посмотрите, как в советское время было, какое количество лиц с ограниченными возможностями заявляло правительство. И на сегодняшний день. Она ведь из года в год, она ведь резко выросла. То есть благодаря таким людям, которые могли показать себя в обществе, которые могли сказать, что мы есть, что обратите на нас внимание, эти люди вышли. Потому что я знаю очень много примеров, когда детей, инвалидов скрывали, всеми их не показывали. У нас две минутки до конца. Я хотел бы, чтобы мы закончили главным вопросом, ради которого мы сегодня собрали. Все-таки если ратифицировать конвенцию, как и когда нам рассчитывать, что это произойдет? Я думаю, что, к сожалению, сегодня никто из здесь сидящих не сможет ответить. Ратификация за парламентом, представлять будет правительство. Я думаю, что она будет реализована. Антон, дайте я тоже по поводу этого расскажу. И несмотря, ратифицируется или не ратифицируется правительство, и наша страна должна делать все для того, чтобы люди с ограниченными возможностями чувствовали себя равными в этой стране. Безусловно. Я думаю, что в ближайшее время этот вопрос вновь будет вынесен. Мы неоднократно выносили его на рассмотрение парламента. Когда проверяли исполнение закона о лицах с ограниченными возможностями, и констатировала палата Чигур-Кукенеш постановление, что ряд пунктов на практике не исполняется. То есть закон хороший, не работает. Были даны конкретные поручения. Буквально недавно, рассматривая вопросы доступа лиц с ограниченными возможностями к правосудию и выявляя просто нарушения базовых прав человека, эти вопросы поднимали. Мы еще раз их поставим, тем более, что бывшая глава комитета соцполитики, Дамира Абасхана, Ния Залиева, будучи депутатом, эти вопросы поднимала, и сейчас курирует в рамках правительства этот сектор. Я думаю, что здесь важна политическая воля правительства. Поэтому мы, как депутаты, вопрос поставим. Я думаю, добьемся того, чтобы она была решена. Спасибо большое. Время нашей программы подошло к концу. Мы обязательно вернемся и не раз вернемся к этому вопросу. До новых встреч в эфире. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова